Ребята, всем привет! Мы с вами находимся в Квасадене. И сегодня я хочу вам показать фермерский рынок. Он мне очень нравится. Точный адрес я напишу на видео и в комментариях к этому посту. Пойдемте со мной, я вам покажу. Здесь очень много интересного, вкусного и полезного. Видите, вот здесь проходит метро. Так вот выглядит метро в Лос-Анджелесе. Вот видите, кто-то с цветочками идет. Продают попкорн. Здесь всегда очень много детишек. Удобно, родители покупают детям, и они спокойно с ними гуляют, и все довольны. Мы сюда приезжаем за помидорами, потому что таких, как здесь, я не видела нигде. Они очень такие сочные, очень вкусные. В магазинах, если честно, я таких не нашла. Также здесь очень вкусные сыры, бурата, бурата, рикута продает итальянец. Очень красиво. Видите, выпечка. Сейчас мы с вами будем подходить поближе. Я буду вам показывать цены, чтобы вы могли сравнить. Я знаю, что для многих это интересно, и даже когда я смотрю чьи-то видео, для меня это интересно. Вот видите овощи. Кто-то и ходит с вот такими тележками. Видите, очень удобно. Особенно для пожилых людей. Я иду с вот такой вот корзиночкой, сумочкой. Смотрите, какие красивые цветы. Бурата. Очень красивая. Фрукты. Смотрите, домашние яйца, авокадо, лимоны, лайм. Здесь продают грибы. Здесь всегда очень длинная очередь, потому что здесь продают очень много разных овощей. Но мы с вами войдем в другое место, где я всегда покупаю. И как раз там покупаю вам цены. Вот, например, авокадо 5 долларов. Смотрите, какие помидорчики. Персики. Очень мне нравится. Такая атмосфера. Даже просто прийти, посмотреть. Мне на самом деле нужны только помидоры, потому что мы только вчера съездили в магазин и все купили. помидоры. Вот. Поэтому мы сюда приехали специально за помидорами. Хотя это от нас не очень близко. Нам ехать где-то 25 минут. Но я очень люблю. На самом деле в Лос-Анджелесе проходит очень много таких фермерских рынков. Их в разных концах Элея. Они проходят в разные дни и в разное время. Вот этот проходит только по четвергам. С четырех до восьми. И, кстати, большинство людей на самом деле приходит где-то без пятнадцати восемь. Потому что фермеры все распродают с очень большой скидкой. И многие этим пользуются. А вот затем я сюда приехала. Просто посмотрите. Какая красота. Вот цены. Два доллара. Три с половиной. Три с половиной. И вот такие корзиночки по три. Кукуруза. Сейчас будем с вами покупать. Эти арбузы. Может еще арбузы взять? В прошлый раз я, кстати, покупала у этих ребят свеклу. Такой был яркий-яркий-яркий цвет. Очень вкусно. Видите, какая огромная? Какая огромная очередь. И вот эта очередь, эта вся вот к ним. Поэтому я еще покажу. Покажу вам цены. А потом... А потом я тоже встану в эту очередь. Видите, персики. Три доллара. Еще я заметила, что многие приезжают сюда за растениями. 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 Здесь продают мыло. Семь долларов. Вот такое мыло красивое. Хай. А вот мой любимый итальянец, который продает сыры. Растениями. Растениями. В прошлый раз мы покупали высокую рикотту. Такая упаковка стоит 10 долларов. А Бурата у него в таких маленьких мешочках. Вот она. Вот такой один маленький мешочек стоит 5 долларов. Чао. Спасибо. Здесь очень вкусная выпечка. Круассаны. С шоколадом. Хлеб я такой не очень люблю. Он такой мягкий. Вот вы можете взять круассан. Какую-то еще булочку. Две стоят 7 долларов. Мы в прошлый раз брали классический круассаны. И такую улитку с шоколадом было очень вкусно. Вот тоже тут помидоры. Артишоки продают. Зелень. Цветную капусту. Брокколи. Мед. Кстати, мед тоже, может быть, купим. Здесь продают всякие специи, макароны. Здесь, кстати, вы можете потусить свои ножи. Все, что вам нужно, тоже очень удобно. Вот такие цветы. Сколько стоит? Вот. Букет стоит 10 долларов. Вот такой букет. А такой маленький 5. Вот такой 5. А вот такой можно купить до 6 долларов. А, вон еще лилии. 12. В прошлый раз здесь покупала лаванду. Такой маленький букетик. Что-то в районе, по-моему, 7 долларов. Здравствуйте! Я так нравится, здесь люди все-таки доброжелательные, все время что-то у тебя спрашивают, как бы. тут конечно по-другому не так как у нас к сожалению здесь все открыты все с тобой разговаривают обычно знаете для меня так непривычно было ко мне за день подходит но вот минимум чтобы не собрать человек 6 и всегда кто не подходит и говорит какой мне красивое платье или заколка или как я хорошо выгляжу для меня сначала это вообще было непонятно потому что в россии в россии на тебя просто посмотрят как обычно еще раз повторюсь к сожалению это наш менталитет такой здесь совершенно все по-другому и это очень здорово я надеюсь что когда-нибудь мы придем к этому вот здесь очень классная зелень просто раз набрали сейчас я пойду чтобы цена была видно очередь ну в общем каждый пучок он стоит полтора доллара яйца домашние очень красивые 1 доллар вот смотрите кабачки 3 доллара перцы 4 такие вот по 8 вот что есть так ну в принципе я вам вот почти все показала там еще в начале есть клубника вот там вход вот налево мы только что были прямо там где мои помидоры справа он не очень большой но и не маленькие здесь много что представлено и я читала в интернете что этот фермерский рынок был признан одним из самых лучших вот здесь даже масштабных он он Ребята, привет. Ну все, мы стоим в очереди с помидорами. Видите, какая длинная очередь, потому что здесь очень вкусные помидоры, все сюда приходят. Поэтому сейчас будем покупать. Какой? Может такой? Поехали. 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 10 и бурата по 5, пакет рукколы и наши помидоры. Ещё сейчас пойдём за мёдом, здесь очень вкусный мёд. А ещё здесь есть очень классная кафешка, мы здесь ещё ни разу не были, вот решили сегодня сесть попробовать. Мёд, давайте посмотрим сколько стоит мёд. Смотрите, вот такая большая бутылка стоит 35$, поменьше 25$, 19$, о, есть ещё 100$. Очень здорово. Буквально в 15 минутах езды на машине от фермерского рынка находится центр города Посадена. Посмотрите, какое красивое здание. Это ратуша. Это ратуша. Это ратуша. Это ратуша. 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 Первая в 15 минутах. Причина в 15 минут,玩 Terpiuе Pro Nouveau. Буквально в 15 минутах. Вот это ратуша. Вот как выглядит ратуша изнутри. Есть такой небольшой сад с фонтаном. Очень красиво. Это вид с обратной стороны. Я также хотела вам объяснить, кто не знает, что такое ратуша. Это орган, как бы городской орган самоуправления. Вот такое у них шикарное здание, красивое. А там видно горы. Спасибо. 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 Спасибо.